Крохотные участки суши в Атлантическом океане соединяют Европу и Америку. Здесь встречаются морские гиганты во время долгих миграций. Когда-то бесплодные вулканические горы теперь изобилуют жизнью. И над поверхностью моря, и под водой. Кошелоты, скаты-мобулы и синие акулы находят богатые охотничьи угодья в проливах между островами. Богатые пищи-рифы привлекают животных. Синие киты ищут тонны криля в океанских глубинах. Здесь, в районе Азор, диких островов Европы. Дикие острова Европы. Семья малых косаток плавает по океану в поисках добычи. Синяя акула охотится в одиночку. Стайные рыбы сбивают с толку одиноких хищников. Но когда они сталкиваются с малыми косатками, вода бурлит. Малая косатка опускается ко дну вместе с добычей. Синяя акула поздно приплывает на пир. Ее привлекает едва заметный запах. Но этот кусок представляет проблему. Челюсти акулы не приспособлены для жевания. Поэтому она не может проглотить этот хвост. При дыхании большинство рыб прогоняют воду через жабры. Но акула не может этого делать. Поэтому она вынуждена постоянно находиться в движении. У поверхности еще одна синяя акула пожирает тунца. С этой задачей зубы хищницы справляются. Достаточно потрясти добычу. Кусочки мяса вылетают из ее жабр и поднимаются на поверхность. Их съедают морские птицы. Всплывают не все части туши. Течение разносит запах, который выманивает мурену из ее норы. Следом за ней появляются морские караси, спинороги и каменные окуни. В океане у Азор много добычи. Однако на суше, на самих островах, нет крупных диких животных. Когда португальские моряки высадились на Азорах в 1427 году, они не обнаружили здесь позвоночных, кроме птиц, и двух небольших видов летучих мышей. Со временем птицы эволюционировали. Эта разновидность горной трясогузки обитает только на Азорах. Перья на ее голове окрашены не так, как у европейских трясогузок. Изменились и сами острова. На Санта-Марии когда-то было намного теплее. Многие из этих окаменелостей – останки вымерших видов, когда-то обитавших в более теплых водах. Возможно, температура воды упала, но биологическое разнообразие не сократилось. Люди живут здесь почти шесть веков, но море у этих вулканических островов до сих пор мало изучено. Это мир рыб-удильщиков. Разукрашенный хаунекс обитает на глубине в тысячу метров и не обращает внимания на давление в 100 килограммов на квадратный сантиметр. Других обитателей морских глубин назвать не так просто. В темноте легко недооценить добычу. Она должна помещаться в желудке. Шестижаберник – одна из крупнейших глубоководных акул. Ночью он выплывает охотиться на мелководье. Краб-паук живет в темноте. Он никогда не видел такого света. Как и местные кораллы. Завладениями скорпен и глубоководных губок простирается незнакомый нам мир. Представьте Атлантику между Европой и Америкой 8 миллионов лет назад. Литосферные плиты раздвигаются из-за давления вдоль срединно-атлантического хребта. Вулканы вздымаются с евразийской и американской сторон хребта. Это Азоры. Большинство вулканов спит. Их кратеры заполняет вода, а не лава. Кое-где над морем возвышаются только края кратеров, изрезанные стихией. Их породил океан. Он же их и погубит. Но пока кратеры господствуют над этой местностью. Газы все еще выходят из трещин на склонах примерно 1700 вулканов. Вода практически кипит от высокой температуры. 60 лет назад на острове Файл произошло сильное извержение. Люди не смогли жить в этом бесплодном краю. Многие отправились на запад, в Америку. Однако на склонах вулканов снова появилась жизнь. Птицы первыми заселили голые скалы. Ветер и птицы до сих пор приносят семена из-за моря. А иногда семена приплывают сами. Люди завезли сюда Готентоцкую фигу. Эти растения создают почву на обнаженных скалах. Действующий вулкан уничтожает жизнь. Но спящий или потухший вулкан может ее породить. Над и под водой. Подводные утесы Фармигаш – это вершина вулкана. В море у диких островов Европы обитают более 1500 видов животных. Это колючая морская звезда. Здесь водятся 530 видов рыб. Например, рыбы-ласточки, которые собираются у рифов. Группер – опасный одиночка. Его гигантская пасть отпугивает незваных гостей. Полосатый бодиан выглядит очень красиво. Он протагинный гермафродит, как и его родственник Группер. Рыба является самкой, пока не достигает определенной длины тела. Затем она становится самцом и агрессивно защищает свою территорию. Погода на архипелаге тоже меняется. За один день можно наблюдать 4 сезона. Когда над морем дуют ветра, под водой все в опасности. Штормовая волна тревожит морское дно. Но бурное море не отпугивает европейских угрей от добычи. Они приспособлены к жизни и в соленой, и в пресной воде. Это всего лишь волна. Сильный прибой колеблет пищу морских животных. Для одних это призыв – приплывайте поесть. Для других – сигнал прятаться. Мощный Группер укрывается в скальной пещерке. В бушующих водах трудно найти добычу. Но у речных крачек нет выбора. Появились первые птенцы. Они ждут, когда их накормят. Другая семья еще высиживает яйца. Не просто заметить гнездо из нескольких пучков сухой травы. Родители три недели по очереди сидят на нем. Их клюв, острый как кинжал и хваткий как пинцет, идеально подходит для ловли мелкой рыбы. Здесь гнездятся три тысячи пар. Обычно каждая пара откладывает по три яйца. Птенцов кормят четыре недели, пока они не научатся летать так же хорошо, как и родители. Затем они будут готовы отправиться в долгий перелет в Южную Африку. Под водой выживание может зависеть от умения не двигаться, застыть, как средиземноморский ботус. Мраморная рыба-шар с характерным военным камуфляжем не волнуется, что ее заметят. Европейский ящероголов вообще не пользуется маскировкой. Он просто закапывается в песок. Возможно, это одурачит и будущую добычу, и хищников. Но не обманет рыбу-шар. Стыдливый краб складывает клешни, чтобы защитить жабры, и закапывается в грунт. До него не доберется крупная камбала. До свидания. Морская звезда на полной скорости убегает от хищного моллюска. Тритонов рог питается в основном иглокожими, например, охристыми морскими звездами. Осьминог не обращает на это внимания. Здесь ему нечем поживиться. Морская звезда ускользает, жертвуя лучом. Она сохранила жизнь, а конечность отрастет заново. Эти дикие острова в Атлантике – хранилище пресной воды. Огромное количество морской воды испаряется под действием теплого океанского воздуха. Очищенная от соли, она выпадает на Атлантические острова. Речная крачка летает между двумя мирами. Она рыбачит на море и на озерах. Пресноводных рыб на эти острова завезли люди. Ручьи стекают с непроницаемых вулканических скал. Торфяной мох активно поглощает воду, как губка. Водой пропитывается все растение. Его мертвые части, лишенные доступа кислорода, не гниют. Листья и стебли продолжают расти, и мох устилает все большую поверхность голых скал. Эти дикие острова пронизывают более 270 темных и холодных пещер. Идеальное место обитания для равноногих ракообразных, у которых органы дыхания расположены на конечностях. Или для сине-зеленых водорослей, формы жизни, которая существует почти 4 миллиарда лет. Остывающие капли лавы создают удивительные наросты в виде акульих зубов. Этот таинственный пещерный мир ждет, когда его наполнит жизнь. За входом в подводную пещеру Азор всегда царит ночь. Это место идеально подходит обыкновенному хвостоколу. Он здесь не один. По стенам пещеры скользят креветки плезионика Нарвал. Каменные окуни и скорпены хватают добычу при свете камеры. Коричневая мурена подчищает дно пещеры. Креветки приплыли сюда с большой глубины, чтобы провести зиму. Для некоторых из них она быстро закончится. Самки с синей икрой – самая желанная добыча. Креветки также питаются ракообразными своего вида. Остатками от обеда мурены. Сначала съешь соседа, затем не спеша приведи себя в порядок. Неподалеку на скалу выбирается осьминог с человеческим лицом на голове. Хвостокол ускользает обратно в океан. Он проплывает мимо сотен многощетинковых червей, которые обитают у входа в пещеру. Их щупальца ловят в воде частицы – пищу, либо материал для трубок, в которых они живут. Глубже скрывается таинственное место. Такое редко увидишь на Азорах. Это сад мягких кораллов. У них нет известковых экзоскелетов, как у их тропических родственников. Течение переносит планктон ближе к их ареалу на подводных скалах. Ядовитая актиния-волшебница ведет ночной образ жизни. Днем она втягивает щупальца. Когда-то ученые не могли договориться считать кораллы растениями или животными, поэтому назвали их антозоа или животные цветы. Никто не сомневается в другом. Все цветы были завезены на дикие острова Европы из других мест. Гортензии привезли из Азии. Они образуют естественные границы между полями. Это символ Азор. Сотни каменных стен создают разные микроклиматы для винограда, который поселенцы завезли сюда в 15 веке. Четыреста лет спустя островитяне забросили виноградники, когда уплыли в Америку. Каменные стены стали игровой площадкой для модельских ящериц. Их тоже завезли сюда моряки. Сейчас азорские вина снова стали популярными. Почти тысячи гектаров древних виноградников на острове Пику входят в список объектов мирового наследия ЮНЕСКО. Когда-то единственным средством передвижения на острове были повозки, запряженные валами. На них перевозили дрова и строительные материалы для домов и каменных стен. Также на них спускали к берегу молодое вино для поставки в Европу, но это дорого обходилось. Под водой находится самое странное и опасное место на Азорах. Это так называемое кладбище якорей. Над ней лежит множество больших железных якорей. Когда с Атлантики налетал шторм, единственным способом спасти корабль было быстро перерезать якорный канат и уйти в открытое море. Оставшиеся железные приспособления стали рифами для множества созданий. Якоря покрыты водорослями и многощетинковыми червями. Этот похож на акулу, что защищает прячущихся за ним рыб. Страшный на вид морской петух ощупывает дно. Три передних шипа на его грудных плавниках имеют свои рецепторы для поиска пищи. Европейская мурена скорбно распахнула пасть. Она имитирует звук плавательного пузыря морского петуха. Обыкновенный осьминог Незаметно ищет еду. Он поместится куда угодно. Бородатые огненные черви объедают трупы на кладбище якорей. Это подвижные родственники оседлых многощетинковых червей. Осьминог нашел другое место для проверки своих навыков маскировки. Над водой везде заметно присутствие человека. Даже в кратерах. Любая прямая линия – это стена, которая защищает пасущихся лошадей и коров. Поедая траву, эти домашние животные помогают временным гостям, которые прилетают сюда на протяжении тысячелетий. Камнишарка копает землю в поисках свежей пищи. Тулесы останавливаются здесь во время миграции из России к местам зимовки в Южной Америке и Африке. Камнишарка прилетает из Арктики. Обыкновенная каменка прибыла из Канады через Гренландию. Американский конек мигрировал из Северной Америки. А вот черный дрозд обитает здесь круглый год. Это эндемичный подвид. Оперение самца более темное и блестящее, чем у его родственника с континента. Птицам приходится нести свой собственный вес. Маленькое тело может стать большим преимуществом во время долгого путешествия. Но вес не имеет значения для других мигрирующих животных. Их удерживает вода. Горбатые киты мигрируют между Арктикой и тропиками. Их назвали так за то, что они изгибают спину, когда ныряют. Финвалы – близкие родственники синих китов. Эти два вида могут скрещиваться. Они плавают между водами Арктики и субтропиков. Дыхало у финвалов и синих китов расположено в центре черепа. У кашалотов оно находится слева. Усатые киты долгое время ловят криль и планктон у берегов Азор. Усатые киты выделяют экскременты, которыми питается растительный фитопланктон. Его поедает животный планктон. На другом конце пищевой цепи находятся рыбы и сами киты. Но киты находят значительную часть еды на большей глубине. Не все, кто живет в вечной темноте, постоянно обитают на глубине. Каждую ночь множество организмов покидает мир странных рыб-удильщиков и всплывает туда, где не так глубоко. Огромное количество криля присоединяется к ним при подъеме. Начинается ночная миграция на поверхность. Сальпы и биолюминесцентные грибневики освещают самое многочисленное передвижение биомассы на Земле. Все эти животные поедают растительный планктон или сами становятся жертвами. Этот пузырь только с виду кажется безвредным. Португальский кораблик – это колониальный организм, скопление полипов, выполняющих разные функции. Один полип – парус. Множество других полипов отгоняют хищников или ловят добычу щупальцами длиной до 30 метров. Справа от кораблика – отпутанная сальпа. Яд из стрекательных клеток убивает жертву. Щупальца подтягивают ее к рту. Сальпы – это оболочники, хордовые животные. Они более родственны людям, чем медузам. Тонкие ленты мышц ритмично сокращаются, прокачивая воду через тело сальпы и отфильтровывая пищу. Сальпы выстраиваются в цепочке и могут управлять своим передвижением в воде. Цепь может достигать одного метра или больше в длину. В отличие от сальп, многие медузы обладают ядовитыми щупальцами. Но и на них охотятся хищники. Медузы – один из любимых видов пищи головастых морских черепах. На протяжении пятилетнего пути до Азор, от пляжей Флориды, где они родились, черепахи поедают огромное количество медуз. Яд медуз на них не действует. Но есть другая трудность. Грибневики не имеют стрекательных клеток. Но в воде они очень похожи на кусок полиэтилена. Это создает проблему. Черепахи пытаются есть полиэтилен и погибают. Вот еще одна охотница на медуз. Луна-рыба длиной до трех метров особенно любит португальские кораблики. А те тоже ловят медуз. Луна-рыба может опуститься ко дну. Это самое тяжелое из костных рыб разрывает жертв на глубине. Португальский кораблик должен оставаться на поверхности. Но он крайне удачливый охотник. Пестрый буревестник также применяет действенную стратегию. По крайней мере, в знакомой среде. Он откладывает яйца в углублениях высоко на скалистых утесах. Ни волны, ни прилив не могут навредить птенцам. Но сейчас они сталкиваются с новой опасностью. С бездомными кошками. Самка буревестника откладывает яйцо в мае. К сожалению, только одно. Похоже, это плохая стратегия. Птицы не могут адаптироваться к непрошенному подарку, который сделали им люди. На острове Корву жертвами кошек становятся более 80% птенцов. Взрослые птицы ничего не могут поделать. Они весь день охотятся на море. В отличие от них, перифетон, сообщество водорослей, бактерий и микробов, остается там, где растет. Над ним властвуют время и приливы. Некоторые сообщества быстро селятся на предметах, упавших с кораблей. Закрепленные на плавающем мусоре, они передвигаются по океану. Морские уточки крепятся к твердым поверхностям. Их усики ловят планктон в воде. Животных привлекает морской мусор любого типа. Один из самых быстрых морских пловцов любит оставаться рядом с мусором. Это большая корифена. Обломки и буйки служат им защитой в открытом море. Возможно, некоторые виды пересекли океан на плавающем мусоре, как пассажиры. Когда буревестники размножаются, на закате начинает звучать оглушительный хор. Возвращаясь с моря, родители зовут птенцов. Птицы узнают голоса друг друга. 75% буревестников всего мира размножаются в гигантских колониях на Азорах. Название «Мадейрская ящерица» говорит само за себя. Родина этого создания находится на далеком острове. «Мадейрская ящерица» очень часто встречается на Азорах. Это одна из немногих рептилий Азорских островов. Она обожает нектар. Ее рацион дополняют беспозвоночные и растения. По ту сторону залива обитает гигант. Это китовая акула. Это самая крупная рыба в мире. 12-метровое тело китовой акулы состоит из мышц и хрящей. Как и скаты мобулы, в основном она питается планктоном, но иногда ест ракообразных и мелкую рыбу. Округлые плавники на голове направляют планктон в рот мобулы. Мобулы принадлежат к семейству скатов мант. Они плавают небольшими группами в компании рыб, которые укрываются за ними и подбирают остатки их пищи. Словно в замедленном движении, скаты скользят в океане и огибают вулканы. Что-то происходит на склоне утеса высоко над морем. Юный пестрый буревестник впервые покидает укромное гнездо. Птенец еще не умеет летать, но родители перестали его кормить. Он должен научиться летать как можно быстрее или никогда больше не поест. Птенцу нужна площадка для взлета и попутный ветер. Он даже по скалам двигается неуверенно. Другой буревестник узнает разницу между полетом и падением. Если ты выбрался на поверхность моря, падать некуда, но зато взлететь гораздо сложнее. Расправить крылья над водой – это правильная идея. Взлететь с моря при боковом ветре – это сложно даже для опытной птицы. Сейчас или никогда. Соберись силами. Почувствуй ветер и лети в Южную Америку. Животные то появляются на Азорах, то исчезают. В декабре, когда буревестники уже улетели, самцы кашалота возвращаются с мест кормежки в арктических водах. Они встречают самцов, которые были слишком молоды для путешествия и матерей с детенышами, родившимися в их отсутствии. Когда мать ныряет за едой, ее детеныш остается на поверхности. Он начнет нырять с группой в два года. Кашалоты будут искать гигантских кальмаров на глубине в тысячу метров. Кашалоты длиной 18 метров и весом 50 тонн – самые крупные зубатые киты в мире. Детеныш остается один на целый час. Он беззащитен перед возможным нападением косаток. Наконец, группа возвращается с глубины. Детеныш снова под защитой матери. Она будет кормить его два года. За это время самка не забеременеет. Теперь кашалоты могут отдохнуть. Они предпочитают вертикально зависать в воде. Однажды этот детеныш отправится в долгую миграцию в Арктику, а потом вернется к диким островам Европы. К Азорам Программа озвучена на студии Велес. Текст читал Борис Хасанов.